Мы говорим о том, что нам в этом году необходимо возрастание, нам нужно сделать перемены, и мы к этим переменам движемся. И на следующей неделе будет конференция, которая, я надеюсь, сможет многих из нас смотивировать, сделать нас целеустремленными. И я рад, что мы можем провести эту конференцию. Быть сильным, но как? Это тема моей проповеди. Быть сильным, но как быть сильным? Потому что каждый из нас встречается в своей жизни с ситуациями, где нам необходимо быть сильным. Мы хотим быть сильными, и мы попадаем в тупик с вопросом, как быть, как стать сильными. Мы видим свои слабые стороны, мы хотим быть сильными, но каким образом нужно стать этим сильным человеком? Как я говорил в прошлый раз, мы с Татьяной на 1 января решили пойти в фильм «Это исход». Знаете, этот фильм содрогнул, можно сказать, многие мнения в этом мире. Верующие люди разделили своих мнений, мир, критики разделили своих мнений, потому что одни говорят, что это интересный фильм, другие говорят, что это не по писанию. Знаете, мне, может быть, трудно будет понять критиков и вообще верующих, к какому мнению они пришли и почему они к этому пришли. Но, знаете, лучше смотреть такой фильм, нежели каких-то еще, можно сказать, Исполинов или, не знаю, Гарри Поттера и каких-то еще других фильмов, которые люди ходят и восхищаются их кимоматографом. Но, знаете, когда мы пошли на этот фильм, Моисея представили там не таким человеком, как мы привыкли. Мы привыкли к словам, которые мы читаем, что Моше был над кратчайшим человеком на земле, кротким, смиренным человеком. И в этом фильме его показывают бунтарем, он бунтар. В этом фильме показано, что он, будучи воспитанный в египетских устроях, будучи военачальником, героем победы и так далее, он был показан как героем такого, знаете, экстремиста, такого сильного, крепкого военачальника, который ишел именно с таким мотивом освободить свой народ путем своей силы, собственной силы. Знаете, но я хочу быть честным, справедливым с вами. Мне вообще в общем-то его подход понравился. Понравился не с точки зрения Писания, как вот точности, а вот как люди сзади меня сидели и обсуждали, что по Писанию, а что не по Писанию. Это заставило людей каким-то образом начинать думать, что происходило. И вот эта сторона, сильная сторона такого дерзкого позиции самого Моше, знаете, вот сделала интересную свою работу, где Бог показывает, подожди, а это не в сторону, я хочу показать, что я хочу делать через миллионных людей. Много лет назад мне один раз пришла мысль, я говорю, Боже, ну вот делаю такие фильмы, как «Аватар» и еще там «Триста спартанцев» и еще как бы. Было бы вообще хорошо, что кто-нибудь начал бы какие-то библейские фильмы делать на основании Библии. Вот смотрите, например, Давид и трое его сильных или мужей, которые были с ним. Помните, Писание говорит о том, что в битве один сразил там тысячи, вам еще аж рука пристала к рукоятке меча. Вы представляете такой вот акшен? Я думаю, Господи, вот как молодежь любит говорить, такой боевик бы такой библейский сделали бы Давид и его трое военных. А еще, например, Самсон, я любил Самсона, Самсон, представляете, это кость, челюсть, одной челюстью. Это было бы лучше, чем, наверное, «Триста спартанцев» и, можно сказать, любой там «Орда», «Геракл» и другие фильмы, которые сняты были бы. Но сделать его со смыслом, было бы интересно. Вы знаете, это была такая моя мысль, может быть, когда произойдет. И вот в прошлом году вышел первый эпизод, который был неудачный, это был «Ной». Но точно можно было выйти после этого фильма и начинать ныть. Почему так плохо? Почему так несправедливо? И такой вот подход к своему сценарию. Вот попытка номер два – это был исход. И я думаю, что может что-то измениться в будущем. Но все равно мы, когда смотрим на это все, мы хотим быть и видеть сильных. Мы хотим возрастать в силе. Я хотел бы оставить на сегодняшний день послание, которое, наверное, я надеюсь, останется с вами в течение этого календарного года. Это Ефесянам 3 глава, 16 стих. «Даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Укрепиться в духе. Укрепление в духе, возрастание в духе – это то, что нам необходимо. И крепко утвердиться в его духе. Мы люди на этой земле. И чаще всего мы соприкасаемся с этой дилеммой – кто мы, что нам делать, как нам дальше идти. Я прошу задам простой вопрос. Хотим ли мы укрепиться в Господе? Каждый из нас. Хочу ли я укрепление в Боге, возрастание в Боге, быть сильным в Боге, чтобы не поддаваться искушениям, проблемам, ситуациям, но найти себя сильным в Боге, укрепляться в Нем? Кто из вас готов и хочет стать таким вот человеком, который будет укреплен в Господе? Я хочу. Укрепление, я хочу вам сказать такое, не приходит само по себе. Вот встал утром, что-то съел, да, и все. И ты, опа, укрепился в Господе. Если бы это была какая-то пилюлька для возрастания в Господе, я, наверное, бы закупился бы тоннами. Чтобы каждый утром встал, пилюльку съел, да, там, размешал с кашей и почувствовал себя сильным в Господе. И уже защищенный от атак дьявола и так далее. Укрепление в Господе приходит тогда, когда мы прилагаем усилия. Намеренно, причем так намеренно. И Библия об этом говорит. О том, что тот, кто хочет иметь восхитие, царство небесное, он должен приложить усилия. Это намеренное желание, наше желание иметь укрепление в Боге. А чаще всего ему не хватает. И я бы хотел знать, где этот банкомат, где можно было бы вставить карточку и сказать, хочу укрепление. Хочу это желание. Хочу намеренно направляться к Богу и быть сильным. Я скажу так, что для меня, как я уже говорил, что в детстве был один из таких героев библейских, это Самсон. Я перечитывал, перечитывал его геройство. Это герой еврейского народа, судья еврейского народа. И вот, наверное, я бы хотел остановиться на этом. Потому что он был один из физически сильных людей Израиля. И Самсон все-таки чего-то добился в жизни. Кроме того, что он был похребен под руинами города. Наверное, где-то были ситуации, где что-то было хорошее. Но понимаешь, что он, как у нас говорят в Одессе и, может быть, в славянском народе, он был славно передок, как бы говоря, такое, ой, беда какая-то была. Что-то у него всегда не хватало ему. Но при всем этом, книга судей 13, 14, 15, 16 главы говорят о жизни самого Самсона, его жизнь. Его жизнь была связана с подъемом и падением. Мы рассмотрим три вещи, которые укрепляют наш дух и которые уничтожают наше состояние. Мы посмотрим, что нас может подкрепить и что ослабевает наши руки. Наверное, часто нам нужно думать о том, что возрастание духовно, расти духовно – это не простой процесс. Это трудный процесс. Легче, наверное, разрушить то, что ты строишь, нежели строить. Рождение самого Самсона было чудесным. Вернее, рождение было обыкновенным, но обещание, которое Бог дал для Израиля, что будет такой судья, который совершит работу Божью, и Господь будет освобождать от тех оккупантов, которые взяли Израиль в плен, да, будем говорить так вот, которые были издевались над Израилем. И вот есть непростое обетование. У этого человека была судьба для того, чтобы решать судьбы народа. У этого человека, который был рожден в Израиле, в актоверной еврейской семье, было все необходимое для того, чтобы черпать силы у Бога, обещание, которое дал Бог. Он был прекрасен, может быть, видом, умен, и все необходимое для того, чтобы быть успешным, было у него. У него было призвание. Такое призвание, которое было у Самсона. Многим из вас, может быть, завидовали этому призванию. Не просто быть сильным, а быть в Боге обещанием, быть тем Назареем, который Бог обещал. И в этом есть сам смысл призвания Самсона. А в один день он нашел себя уничтоженным, расплющатым, можно сказать, в своем призвании. Не осталось ничего того, к чему он был призван в один момент. И вот, знаете, вот эти моменты нашей жизни, когда мы чувствуем наше призвание, когда мы родились с каким-то предназначением, и некоторые моменты нашей жизни могут довести нас к тому, что мы останавливаемся, уничтожены тем компромиссом, который мы имеем в нашей жизни. Я хочу рассмотреть три ловушки, которые ослабевают наши руки, которые делают нас слабыми и фактически далекими от нашего призвания. Первая ловушка, которая попал в сам Самсон, и многие из нас попадают, это ловушка потыкания собственным слабостям. Мы слабые люди, без сомнения, мы слабые люди. Но когда мы потыкаем собственным слабостям, это то, что уничтожает наши силы в Боге. Что я имею в виду? Самсон в этой 14 главе с 1-20 стиха, он был эгоистом. Фактически мы видим и Самсона как эгоиста, сам для себя, живущий сам для себя, имея призвание к народу, к тому, чтобы быть судьею народа. Если вы посмотрите внимательно, то мы увидим, что он жил сам для себя, ради того своего ига, и жил он по собственным чувствам. Что хочу, то и делаю. Несмотря на запреты, несмотря на ситуации, которые приходили в его жизни, он чувствовал себя именно таким образом, что я хочу потыкать своим собственным слабостям. И вот самое слабое место, как я уже говорил, это были женщины. Затем вот три главы, которые будете читать, вы увидите, что он трижды, имел три разных женщины в своей, может быть, недолгой жизни, которые фактически помешали ему, помешали ему совершить, может быть, его привели к тому, что он совершил суд над филистимлянами, но я думаю, что мог бы раскрыться намного больше. Я понимаю, что многие из нас искушаемы собственными похотями и потыкают собственным слабостям. Все, что, можно сказать, все, что ненасытно, то, что мы хотим желанием приобрести, сделать, делает тебя слабым, делает тебя рабом этих вещей. Хотя Бог сотворил все необходимое для пищи, для одежды, для того, чтобы размножаться, но, как говорится по-польски, мы так выражались в нашей семье, «За нато, то не здорово», да? То, что чего с изобилием, при избытком происходит в нашей жизни, то не служит нам назидание. О чем я говорю? Бог сотворил с пищей, для того, чтобы мы питали нашу душу и наше тело, да? И Бог сотворил секс, для того, чтобы размножаться, иметь чувство любви и отношений. Но когда этого всего чрезмерно много, тогда это рушит наше призвание. Я не говорю сексуальное отношение, я говорю, когда мы пересекаем эту грань, нужно накушаться, наесться, купить, приобрести, заработать. И когда у нас эта страсть влечет нас к этой цели, при изобилии, мы потыкаем своим собственным похотям и желаниям. Итак, первая ловушка, в которую попадает человек, это установление нашей жизни в страстях удовольствия наших желаний. Когда мы движем нашими страстями, нашими желаниями, вместо того, чтобы быть направляемыми принципами жизни. Есть принципы жизни, а есть страсти. То, что хочу, то и делаю. Потыкаю собственным желанием. И этот момент очень важен, потому что принцип такой. Мне так удобно, например. Мне так хочется. Вместо того, чтобы быть убежденным в своем учении. Чем я могу сравнить это? Могу сравнить с такой позицией, например. Кто-то из вас когда-нибудь плавал, например, из Одессы в Сухуми. Плавали, нет? Вот часто в Грузии были. Или там в Вар на других местах. Представьте себе такую ситуацию. Вы долго копили деньги. Мечтали попасть на круиз, на две двухнедельные отдыха по Средиземноморью, по местам библейским, где была первая церковь, где Павел приходил в Каринф, в Ефес, в Турцию, где-то поехать по островам, где был сам Павел, где были апостолы, где в Греции. И вот такой Птур где-то на две недели. Вы вышли в открытое море, и вдруг раздается поздравление от капитана. Говорит такие слова, что господа, добро пожаловать на двухнедельный отдых, путешествия по Средиземноморью и библейским местам. Мы очень рады, что вы с нами. Я хочу вам сказать, что наш экипаж в трюме одного из отделений нашел трещину, которая наполняется слабо водой, но немного. Но я вам хочу гарантировать, через две недели, когда мы вернемся в Одессу, все будет хорошо. Вот мысль такая, что в трюме есть трещина, и она не пробойна, она протекает, но ничего. И кто-то вам скажет, не бойтесь, все будет хорошо. С какими мыслями вы останетесь? Начинается настоящий библейский этап. Молитва каждый день, утром и вечером, посты каждый день. Уже не хочется ни кушать, главное приехать домой в безопасности. О чем я? О том, что некоторые потыкания нашим страстям, нашим желаниям, вот хочу и все, какая разница, раз живем, сможет пронести эту трещину в нашу жизнь, которая рано или поздно наполнится, и мы станем слабыми, мы можем потонуть в обстоятельствах, которые происходят. Если нравится, почему нет? Но если мне нравится, почему бы и нет? Почему нельзя? Почему должны быть такие правила? Вот и хочу, и сделаю. Причем тут мораль? Причем здесь правила? Мы живем в этом мире, где на самом деле эти рамки позволенного, или же, можно сказать, страстей, они расширены. Они влекут через интернет, через рекламу, через скидки в магазинах, через все вокруг нас, все общество, молодежь говорит о том, что если все делают, все так живут, почему мне нельзя? Потому что там происходит та трещина, которая может наполниться водой до избытка. Можно сделать заметку в своих полях, на своих Библиях, если у вас есть, в тетрадках, которые вы пишете, сделать себе такую заметку, чтобы ты был сильным духовно, чтобы возрастать духовно сильным, ты должен контролировать свои желания. Ты должен контролировать свои желания. 1 Петра 4, 4 глава 1-2 стих говорит так, «Итак, как Мессия пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное воплотить время жить уже не по-человечески, по хотям, но по воле Божьей». Вы скажете, а зачем вы говорите это? Зачем? Если мы имеем в себе цель возрасти, быть духовно сильными, мы должны помнить, что некоторые слабости, которые были у Самсона, как у человека, как вы и я, могут также быть эти слабости и у нас. И один из слабостей, о котором я уже говорил, это вот позволение, то есть дать себе расслабиться, дать себе вот потыкать себе в каких-то страстях. Я хочу сказать, что Кифа, Петр, он начинает говорить о некоторых вещах, которые должны касаться нас. Если я хочу чего-то, то не означает, что мне все возможно. Он говорит, если я хочу что-то, не означает, что это мне нужно. Если я себе могу позволить, а не означает, что должен это купить. Вы послышите меня, да? Если я могу себе позволить, нужно ли мне это. Мне часто очень говорят, Рэбе, Рэбе, ну купите себе уже какой-то новый телефон. Если помните, у меня такой разбитый был телефон, он у меня где-то вообще древесный такой же старый, да? И я говорю, я могу себе позволить купить телефон, но зачем он мне нужен сейчас? Зачем он мне нужен? Мне вся функция нужна была в том, чтобы звонить и все остальное. Может, у кого-то больше есть IQ, чем у меня, поэтому ему нужно больше телефона, там новые телефоны, всякие компьютеры новые, то мне не нужно. Поэтому затраты, которые на них идут, они не настолько проблематичны. То есть и другие вопросы, которые можно решать. Абсолютно можно решать эти вопросы, особенно во время, в котором мы живем сейчас на Украине. Нам необходимо рационально использовать наших денег. Поэтому я говорю о том, что если я даже себе могу позволить, вопрос, нужно ли мне это? Необходимо ли это мне нужно? Важно. Я вам скажу, что сегодня технологии идут вперед, и за технологиями не угонимся, и кошелек может похудеть за одну ночь. Но все-таки, и даже если все это делают, люди скажут, все делают, все там обманывают, все там ходят на привоз, и что-то себе вытягивают, выманивают, что-то еще делают, маленький кишерф. Но все так делают, все так живут. Все сначала встречаются, потом еще не женятся, потом живут, потом женятся, потом, может быть, не женятся, потом, может быть, опять женятся. Но так все живут, так вот люди работают, так они себя ведут. Даже если это делают все, это не означает, что я должен так же поступать, как все. Услышьте меня, пожалуйста. Услышьте меня, дорогие. Потому что нам кажутся нормой в этом мире, это как пробойно в нашем корабле. Он понемножку накапливается вода, но нас успокаивает все вокруг. Ничего, мы каким-нибудь образом, каким-нибудь образом мы туда плывем. Второй капкан, который попал в Самсон, который опасен для нас, это возмущение и негодование. Возмущение, постоянное возмущение, негодование на обстоятельства делает нас слабыми. Мы опускаемся духовно, мы не возрастаем, мы наброс слабее. Возмущение. Услышьте? Потому что вот такие люди, постоянно сетующие на жизнь, на обстоятельства, на других людей, они не могут возрасти, потому что их дух постоянно возмущен обстоятельств, в которые они попадают. В 15 главе «Судей» мы видим, как Самсон переживает различные негодования, возмущения, даже обиды. Услышьте, вы, может быть, не видели это, но Самсон на самом деле действует и реагирует, как обиженный человек. Его самолюбие было зацеплено, как и многих из нас цепляет наше самолюбие. Его мотивация жизни была поквитаться со всеми, уравнять свои обиды. Страшно. Люди сегодня пытаются уравнять свои обиды, свое эго. И мы понимаем, что если мы чувствуем себя такой жертвой, что нам всегда кто-то должен, что нас обидели, нас унизили, нас принизили. Давайте будем честными, каждый из нас в этой жизни, в своей долгой или малой жизни, мы все пережили обиды. Нет таких людей, которые бы не переживали обиды. Предательство, надсмешки, унижения всевозможные, словесные, может быть, физические. Мы пережили обиды, но не дает право быть мстителем. Ой, извините, пожалуйста. Это все в интернете будет, представляете? Я не мщу, но... И все-таки оправдания Самсона на его дела были простым ответом. Не надо было делать мне больно. Если бы они меня не трогали, я бы ничего им не сделал. Знакомо, правда? Если бы вот этот брат или сестра, ну, вот не делали это, мне бы все было бы хорошо. Если бы это правительство, это государство, эти ситуации были бы по-другому, не трогали бы меня, я бы никому ничего не сделал. Позиция Самсона была как бы позицией самооправдания. Если бы они не так, я бы себе просто ничего бы не сделал. Например, один пример. Он проигрывает пари. Проиграл пари. Да, его там как бы вынудили. Он проиграл пари. Идет, убивает 30 человек ничем невинных, чтобы отомстить за свое оскорбление. Похоже на многих людей сегодня. Нас оскорбляют, нас унижают, и мы делаем их. Я вам устрою. Я вам сделаю. Кто вас обидел в этом году? Или в прошлом? В этом году еще не успели, в прошлом уже опоздали. Но кто обидел нас? Если мы чувствуем себя невозрастающим в Боге, что где-то у нас разочарование пришло, люди нас раздражают, негодование, вот такое внутреннее неспокойство, вот такая обида. Кто нас обидел? Вы скажете, ну, у меня никого нет, у меня ничего, все в порядке, ничего еще нет. Я вам скажу честно, нет ни одного человека, который бы не прошел через обиду. Мы можем ее заглушить, можем ее оставить в стороне, можем не делать ничего, но на самом деле оно будет уничтожать нас. Обида больше делает больно, чем нам, чем другим. Когда я обижен на кого-то, другой человек не чувствует этого. Я сам внутри, я борюсь, я возмущаюсь, я придумываю себе планы, я думаю, что я бы я сказал, я внутри сжигаюсь изнутри, я не имею покоя, а тот человек спокойно спит. Знаете, как в том анекдоте? Сема крутится на постели, Сара спрашивает, что ты крутишься? Я говорю, Мойша должен 20 долларов. Она стучит по стене, Мойша, Сема тебе не отдаст 20 долларов. Он говорит, Сема лишь спи спокойно, пускай теперь он мучается. У нас вот такое понимание, если мне сделали больно, я не могу найти себе мир, значит нужно делать так, чтобы другому было так же, может быть и хуже. Не стоит делать такие вещи. Я вам скажу прямо, верующие люди не эксклюзив, не эксклюзив. Принял Мессию, и ты уже получаешь иммунитет, укол, да, такой иммунитет от всех болезней этого мира. Мы так же вовлечены в это состояние, и у нас есть призвание, как и у этого Самсона, который рожден был на великие дела, и вдруг среди этого величия, призвания всего, мы видим, что он раздавлен, уничтожен. И этому падению, и силы, которые он потерял, были заключены в этих нескольких вещах. И один из них – это обида. И Ио, 5 глава 2 стих говорит так, «Как глупца убивает гневливость, и несмысленность убит раздражительность». То есть, несмысленного убивает раздражительность. Каждый раз, когда я в обиде, можете себе сказать, ну, как, «Ты глупец», а по-одесски, «Дурак ты полный». Это звучит страшно, правда? Ну, вы говорите, «Рэбэ, вы шо уже ругаетесь?» Ну, когда глупец, можно сказать, ну, как бы такой додец, знаешь, такой вот, ну, как бы так, нормально. Но когда говоришь напрямую, что ты дурень, это уже как-то серьезно звучит, правда? Когда ты всегда, вот в гневе, когда ты в обиде и так далее, слушайте, ты полный идиот, потому что это не соответствует твоему призванию. Ио, 18 глава, 4 стих, «А ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, неужели для тебя опустеет земля и скала сдвинется с места своего?» А чувство-то какое, правда? Нас обидели, и мы хотим, чтобы все раздвинулось, сюда, направо, чтобы все было доказано. И Ио говорит, ну, глупец, ты думаешь, что ради тебя, ради твоего гнева, потому что ты там в обиде такой сильной, такой вот, раступится земля, опустощает земля, что она будет по тебе кланяться? Абсолютно нет. И мы понимаем, что мы делаем, как будто, знаете, выпить такую хорошую дозу яда и думать, что твой сосед, который тебя обидит, умрет. Это то, что делает гнев или же обида. Мы внутри, аж гневом, и думаем, что вот другой он умрет из-за моего гнева. А ему все равно. Я вам скажу так. Запишите следующую такую фразу. Чтобы быть сильным в духе, мне надо контролировать мою реакцию на обстоятельства. Нам нужно. Услышьте, Бог, Он в контроле всего, но Он дал нам свободу нашей воли. Что мы хотим делать? Либо мы его выплеснем, либо мы его сконтролируем. И Писание говорит об этом. Долготерпеливый лучше храброго. Долготерпеливый лучше храброго. И владеющий собой лучше завоевателя города. Вау! Мы, как верующие люди, должны понимать это. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Нас не хочет, чтобы нас называли глупыми. И я хочу, как бы, последнее, такая вот западня. Мы говорили то, что потыкание слабостям своим, обиды, нам опускают руки. То есть мы не можем, как верующие люди, возрастать, быть сильными. И третья западня, которая попала в Самсон, и я надеюсь, что многие из нас не попадут в это, это беспечность. Я на самом деле не хочу, чтобы кто-нибудь, я сам не хочу попадать в беспечность, в несдержанность, легкомыслие. Легкомыслие со временем. Да, вот, мы думаем, что вот, ну, все пройдет, так бы, ничего, никуда спешить. Мы делаем обещания, не исполняем его. Особенно это похоже на сегодняшнюю молодежь. Я, я на самом деле, мне сложно сегодня, сегодня с молодыми людьми от 20 лет до 30 лет. Мне с ними очень сложно. Почему? Потому что, я не знаю, на каких основаниях, но они как бы выросли в интернете, может быть, а может быть, они между собой как-то общаются во всему миру. Посвящение чему-то не настолько важно для них, быть посвященным. Они дают тебе слово, ты говоришь, ну, за помощь. А, говорит, хорошо, будет. Через, в то время, которое необходимо, вдруг звонок, и говорит, ну, или звонка вообще не может не быть. Чаще всего, ты человека ждешь, он потом приходит, говорит, ну, я не смог, ну, у меня обстоятельства такие сложились, но я и не смог, и так далее. Думаешь, ну, как это так? Обещание, то есть западня, которая попадает в сегодняшнее поколение, я вам скажу честно, это западня, которая в беспечности, которые не могут сдержать свое слово, свое обещание. В беспечных словах они дают слово обещание, и оно ничего не стоит. Это пустое, пустое их обещание. Сложно, сложно так жить. Каждый раз, когда наши легкомыслия в обещаниях, которые мы делаем, потом передумываем, будет делать нас слабыми. Знаете, почему? Потому что, ну, что такое, Бог от меня не отвернулся, я так же самый верующий, но я не исполнил то, что пообещал, не то, что я сказал, приду и не пришел, или же я сказал, что я буду влечен в служение, а потом его бросил, потому что мне неудобно, мне так просто неудобно, мне так обстоятельство слагается, а потом бросится все, ну, какая разница. Я же прихожу на собрание, что вы от меня хотите? Я в жизни испытал такое понимание, как, знаете, гнев моего отца, ну, не то, что он меня не бил, он, мой отец, мне как бы, может быть, пару раз, как бы так, по-мужски поговорил со мной, знаете, вот, бывает так, когда ты подросток, нужно с тобой поговорить немножко, а в сущности, я помню один день, у меня был, он меня попросил убрать дома, а я остановился в ступоре таком, знаете, и говорю, пап, я сделал обещание, пообещал своему другу прийти и быть у него, он остановился, и говорит, все оставляй, бросай все, иди, потому что ты дал слово, исполни его, я заполнил это все на свою жизнь, мой отец готов был пострадать, то есть, он сам готов был убрать, ради того, чтобы я исполнил то, что я пообещал, и если я говорю с людьми, если я обещаю сделать что-то, если я даю слово, прийти и так далее, я могу опаздывать, но я могу позвонить, скажу, я опаздываю, подождите меня, или же я буду, если я пообещал, в ущерб себе, я это сделаю, Татьяна знает, что иногда ущерб нашей семье, мы делаем исполнение наших обещаний, которые мы даем людям, потому что я верю, что в этом есть сила, это рост духовный, это обещание, ты исполнил его, вы услышите меня, это сегодня очень правильно, самая большая проблема с Самсоном, он сделал обещание Богу, он дал обещание, его призвание, его призвание, которое у него было от Бога, это призвание быть Назареем, вы услышите меня, пожалуйста, обещание, которое было связано с его призванием, оно было связано с исполнением некоторых вещей, первую вещь, которую он должен был делать, это служить перед Богом, он должен иметь ответственность, иметь отношение с Богом, второе, это он должен, не должен был кушать виноградных изделий никаких, третье, у него был образ, как бы сказать, кошерной, или кошерной, правильного диеты, там это написано, и последнее, то, что бы отделяло их от этих, от остальных людей, это длинные волосы, они растили себе волосы, это отличало, это другими словами, вот мое призвание, вот чем я отличаюсь от других, вот что я делаю, это мое призвание в Боге, сегодня, как верующие люди, мы также должны себе думать, что у нас есть призвание, желать святую жизнь, быть святым, знаете, некоторые отделяют себя для служения, как самсон, некоторые понимают, что есть призвание служить народу, служить перед Богом, они понимают, что они призваны держать посты, молитвы, но вдруг на каком-то этапе своей жизни они отпускают все, опасности, если мы хотим быть сильными, нужно быть другими, нужно исполнять то, чему мы призваны, если мы пообещали Богу когда-то, давным-давно, что мы будем служить тебе чистой совестью, во время нашего погружения, водного погружения, что остановило нас исполнять, то, чему мы были призваны, то, о чем мы мечтали, что остановило нас от этой цели. Я не думаю, что самсон видел себя без глаз у жернова. Знаете, когда был на обучении в Иордании, там были огромнейшие эти каменные жернова, удивительные, промышленные, так называли, да, нам сказали одну из таких секретов, на Востоке в то время зерно или хлеб мололи только женщины, муку. Услышьте, это их была задача в доме приготовить хлебешки и молоть это. Для мужчины было самым большим унижением делать женскую работу и молоть зерно было женское работа, унижение. и поэтому у него поставили молоть зерно как унижение, что он хуже, чем все стороны женского рода. Самое низкое унижение. Но, вы знаете, Самсон прекрасно все понимал. Он игрался с грехом. Он испытывал, как далеко он может зайти. на компромиссы. Как далеко можно зайти? Во-первых, иметь отношение с женщиной, которая не еврейка, уже идет на компромиссы с Божьими законами. Запреток с ними вступать в союз, тоже компромисс с Божьими законами. Но он и шел, он испытывал, как далеко он может зайти со своим помазанием, со своим призванием. Как далеко можно зайти, чтобы не прикасаться как, например, к трупу. Как далеко можно было зайти? Как вы думаете, понимал ли Самсон, что Долида это его искушение? Это брак. Понимал ли он? Я бы задал вопрос. Отношение с этой женщиной, которая может быть самая прекрасная, самая великолепная фигура и страсть, и, может быть, самая лучшая постель, я бы задал вопрос. Наши отношения одобряются Богом или нет? Если это противоречит закону Божьему. Отношение с ней, если она самая красивая, поднимет меня в Боге, то есть даст мне силы быть в служении, двигаться вместе или сделает меня ничтожным, униженным, даже не ходить в Дом Божий. Отношение с ней это моя сила или моя слабость? Мое восхождение на горы или мой ад? Что это? Наверное, принципы, в которых мы должны жить, это не похоть, это не нежелание вот пойти, вот так хочу, то делаю, это не просто сегодня жить верующему человеку, все равно есть правила и утверждение, которое нужно жить. И Бог отвечает на эти утверждения, на твою сильную сторону. Долида, представьте себе момент такой, она пришла к нему и говорит, ты любимый, красивый, самый сильный человек, в чем твоя сила? Я же не думаю, что мой Самсон был таким уже наивным мальчиком еврейским, идиотом небольшим, чтобы не понимать, что тебя выпрашивают, где твои силы? Откуда? Он говорит, свяжите меня веревкой такой-то, да, мокрой. семь раз, всем веревок сделали. Утром просыпается, рядом Долида и мужики стоят в твоем шатре. Понятно, что ты сказал, что у тебя есть шпион прямо здесь. Или нет? Или это какая-то сказка такая? Наверное, ему там вбили что-то в голову, ударили ему, чтобы он забылся. Не, он встал, порвал все, вот порвал всех. Та же Долида говорит, а, обманул меня, Чем же ты, в чем же сила? Она говорит, не, пускай теперь новыми, свяжи меня новыми, если меня свяжут новыми веревками, так никогда не пользуются, тогда моя сила вся уйдет. Утром просыпается, Долида рядом, мужики опять в шатре, порвал все, все и порвал всех. Помните, да? он играется, понимаешь, как далеко он может зайти с помазанием, как далеко он может зайти с помазанием. Настолько далеко, что он говорит, что если меня поброют, мои волосы срежут, тогда я останусь без силы. Как не понимать, что тебя уже раз предали, второй раз, третий раз предали, и ты идешь еще дальше сказать, в чем же ситуация. Ведь сила не в волосах, а в призвании, которое было на Самсоне. Если вы меня услышите, многие из нас сегодня испытывают, как далеко мы можем пойти с нашим помазанием. как сильно мы можем идти на компромисс с теми ситуациями в жизни, которые у нас есть, как далеко мы можем пойти. Мы можем себя найти один раз утром без волос и сказать, как прежде, встану, порву всех и все встань как раньше. Но не тут то было. услышите, в чем ваша слабость? Где жизненные слабости у вас, где вы не можете подняться, где идет компромисс? Ложь? Непостоянство? Угождение плоти, потому что она хочет это все? Интернет, телефон, одежда, порнография? страсти, поиск мужей, жен? В чем слабое место твое сегодня? Как далеко ты хочешь зайти со своим помазанием и спросить, Господь, ты помазал меня, призвал? и вы знаете, он нашел себя уже слепым, без волос, униженный вокруг этого точила. и я бы не хотел, чтобы кто-нибудь из нас и меня точно был на этом месте. Как выйти из этого положения? Скажите, три ямы таких огромнейшие, я хочу, вот я сокращу, я сокращу очень сильно. как усилить свои привычки духовно, 6 глава Ефесянам 10 стих, Наконец-то, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его. Первое, чтобы найти силы, которые духовно поднимут тебя, нужно уделять время в молитве личных отношений с Богом каждый день, каждый день. Я понимаю, что у нас нет времени прийти, встать на колени, где-то особенно помолиться, покричать, но у нас есть всегда время. Сколько ехать от Котовского в центр, например? 30 минут? 40? Тяжелое время, может, полтора часа. Какая прекрасная возможность помолиться? Правда? У кухни, когда делаешь пищу, напевать песню и молиться? Вопрос времени зависит от нас. Зачем это надо? Псалом 24, 4 говорит, укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим. Только в молитве можно найти ответ у Бога. Что мне делать? Как мне поступать? Направь меня. Это время уединения только с Богом может быть направлением для нас. Как это сделать? Каждое время, которое мы имеем, нам необходимо уделять. Лука 5, глава 16, говорит, «Но он уходил в пустынные места и молился». Если Ишу это делал, тем более и мы можем это делать. Каков результат от этих молитв? Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Хотим укрепляться, быть сильными в этом году, достигать цели, сделайте это приоритетом вашей жизни. Второе, пребывайте в общении с верующими людьми, в домашних группах, молитвы, посещайте друг друга. Это поможет вам быть в отношениях друг с другом, и что люди могут знать, что происходит, поддержат вас, когда вам будет тяжело. Какая причина этой нужды? евреям 10 глава 25 стих не будем оставлять собрание свое, как есть в некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривая приближение дня онного. Это должно стать привычкой домашней группы, молитвенные группы, собрания должно стать привычкой, как знаете, вот мы автоматически что-то делаем, утром встали, быстренько пошли и сделали. Привычка чистить зубы, привычка сходить в туалет и слить воду, привычка должна быть сделана. И последнее, для многих может показаться это не новым, но я считаю это важным, возрастание наше в даянии от всего чего ты благословил меня я дам тебе десятую часть. Это стать должна привычкой, это не должно быть напоминанием на собраниях, каким-то особенным учением, призыванием того, что вы хотите увидеть благословение Божие, это должно происходить и вас манипулировать и что-то еще такими вещами делать. Абсолютно нет, мы видим в Писании, что оно говорит о десятинах, отдаянии. Если мы хотим отрастать духовно, мы сможем это увидеть, когда мы молимся, общаемся и даем. Хотел бы вас сейчас призвать к молитве, чтобы быть сильными. Нам нужно посмотреть, что нас отделяет от нашего призвания. Да, прекрасный был муж Самсон. но его жизнь пример для нас. Я, может быть, не открыл нового ничего, но мое желание было показать, что мы люди. Если у нас есть призвание, давайте выбьемся из наших цепей самолюбия, обиды, может быть, гнева и любви каких-то вещей, которые нас удерживают и сделаем своей привычкой молитву, общение и даяние. Давайте ставим наши ноги. Ави наш вашим айм, святой Израиль, перед нами целый календарный год. Это не означает, что нам просто нужно прожить его. Перед нами есть цели, которые ты поставил перед твоей общиной. И каждого из нас есть призвание, почему мы живем на этом прекрасном мире сотворен тобою. Да, это падший мир, но сотворен тобою. Мы существуем здесь, чтобы провозглашать твою милость и благость, как ты благ к нам. Ты послал Сына Свою Ишу Мессию, чтобы мы были свободны. И у нас есть призвание, у нас есть тот призыв, что делать в этой жизни. Как мы можем быть успешны в тех территориях, которые нам доручены. Это не только религиозная работа, не только служение, это жизнь, в которой мы живем. Быть родителями хорошими, быть управленцами хорошими, бизнесменами, политиками, и более того, часть общества, которое мы называем Христово. Общество, которое собирается вместе. Господь, у нас есть призвание вести людей, молиться за домашние группы, евангелизировать. У нас есть, Господь, цели, к которой мы движемся. Мы также сегодня соглашаемся с тем, что мы, как Самсон, можем приткнуться, мы можем податься нашим соблазнам в этом мире, своему эгоизму, обидам. господь, господь, то, что мы не можем управлять своим временем, финансами, своим посвящением, мы даем слова, обещания, невыполняемые. Господь, убери нас с этого пути, чтобы наши слова были да-да или нет-нет. А что сверх того, что мы обещаем и не можем сделать, то мы понимаем, что это лукаво. Прости нас. Прости нас, Господь, и дай нам дерзновение вернуться на путь, который ты нас днажды поставил. И не совершить последний путь, который совершил Самсон. Да, он смог дать свободу всему народу путем своей жизни. Но Божий наш, как Рав Шаул говорит, что лучше для меня, чтобы я жил для вас, чтобы я остался жив, хотя и смерть приобретения. Господь, я хочу прожить так жизнь, чтобы Господь был полезным и в этом обществе, и народу. Господь, я хочу исполнить свое предназначение, и чтобы, Господь, мои слова что-то значили, мои обещания что-то значили, и мое призвание, оно исполнилось. Я прошу благословить каждого из нас, и пускай этот день Господь станет отправной точкой для каждого из нас, чтобы мы сделали решение молиться, общаться и благословлять. Благословенно имя Твое. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok